Жители столичного местечка Заречье сетуют на отсутствие внимания властей Сыктывкара к их проблемам. Жалобы появляются не только в интернете, но и поступают в общественную приемную главы КОМИ, а также в прокуратуру города. В самом поселке на улицах скопилось много мусора, а на переправе нет удобных подходов к катеру. Некоторые проблемы зареченцев, конечно, не новые и не решаются десятки лет. Но Ольга Коняева все равно встретилась с местными жителями. В тесноте, да не в обиде, люди в ожидании катера. В Заречье судно ходит раз в час, а в Трехозерку и того реже. Так что времени на вроде бы короткий ваяж уходит немало. Впрочем, небольшая крыша над головой – это уже что-то. Еще две недели назад дебаркадера здесь не было вовсе. Три месяца ожидающие в дождь и холод стояли на берегу. Ждем по полчаса, по часу. Ничего? Может, обещают, я не знаю сколько. В 70-х годах уже там был макет и нам такое предлагали. И мост, и что только нет. И вообще, просто такой макет был красивый. И вот до сих пор моста нет. Многим зареченцам приходится жить по расписанию катера. Работа, школа, сад, поликлиника – все в городе. В самом Заречье один магазин, пожарка и фельдшерский пункт. Местные грустно шутят. У них спальный район. Для кого-то вода – это отдых, поэзия, а для жителей Заречья – это главное препятствие на пути к цивилизации. Еще одно испытание для зареченцев – данное строение, именуемое лестницей. Сразу видно, строили с заботой о людях. Пройти здесь страшно даже здоровому человеку. Причал для катера сделали в этом месте три года назад, когда началось строительство набережной. Для маломобильных и пожилых граждан такие удобства неприемлемы. Особенно, когда сыро и скользко. Обычный визит в город может обернуться госпитализацией. С колясками вообще невозможно, особенно с грудными, с детьми. Друг другу, получается, помогают. Мама одна, если с ребенком уйдет, это все. Это если мужчина попадается в пути, он помогает, а с ней он не захочет помочь. Значит, я не знаю даже, как отпуститься с коляской. Столичные коммунальщики говорят, мол, ничего страшного. К тому же, обещает директор жилкомсервиса, в этом году может появиться наплавной мост для пешеходов и машин. За счет сокращения муниципальных расходов на содержание флота, объект стоимостью в 30 миллионов рублей окупится за три года. На сегодняшний день мост изготавливается. В конце июля должен быть спущен на воду. Соответственно, если просто принять речным регистром согласование, ну, собрание всех документов, согласование, мы так планируем, что где-то в сентябре при поднятии реки поставить его сюда, привезти, поставить. По крайней мере, планы такие. Само за речи вроде Сыктывкар, до центра теоретически рукой подать. Но блага человечества сюда так дойти и не могут. Бездорожье, старый жилфонд, унылости добавляет разбросанный мусор. Еще люди жалуются, что зимой не чистят тротуары. Дорожники отвечают, мол, тротуаров здесь и нет. А мостки? Ну, где-то видно, чтобы мостки чистили. Приходится ходить по проезжей части. Коммунальщики обещают, что в августе, по традиции, подлатают старые и уложат 120 метров новых деревянных дорожек. Дальше, правда, зима, и никто их чистить снова не будет. Жители к этому привыкли, но терпеть не намерены. Ольга Коняева, Олег Костромин, телеканал Юрген, Сыктывкар, Заречье. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова